В апреле 2019 года вышла новая версия Autodesk Civil 3D 2020. Эта версия имела настолько ограниченный набор нового функционала, что я даже решил не делать обзора в стиле «что нового», ибо обозревать нечего. И даже «Дайнома» для Civil 3D не смогло меня порадовать, так как список нот, но уж слишком был коротким. Да и пакет адаптации для версии 2020 был удручающий. В результате идея делать обзор была похоронена еще в апреле. Как вы уже поняли, я был несколько недоволен тем обновлением, которое увидел в рамках Civil 3D 2020. Но спустя несколько недель я все-таки переосмыслил то, что увидел, и считаю, что все-таки есть смысл сделать обзор на новые возможности. Но прежде необходимо объяснить новую политику обновлений у компании Autodesk в рамках обновления Civil 3D. Начиная где-то с последнего, по-моему, с 17-й или 16-й версии, обновления уже не идут классическим способом, к которому мы привыкли. Обычно у нас как появляется в апреле, либо в марте новая версия, и в апреле следующего года мы получаем следующую версию и сравним, видим новые возможности. Сейчас же ситуация была несколько другая, потому что в августе и в декабре были выпущены дополнительные версии 2019.1 и 2019.2 с довольно серьезным изменением функционала и возможностями. И поэтому, если мы говорим о новых возможностях версии 2020, нужно сравнивать ее с версией 19.0. И тогда говорить не о новых возможностях Civil 3D 2020, а о новых возможностях Civil 3D 2019.1, 2 и непосредственно 2020. То есть 19-я версия должна быть раскрыта именно в подверсиях. И тогда у нас получается вполне неплохой набор новых возможностей. О чем же сегодня мы будем говорить? Первое. Новые возможностях версии 2020. Очевидно. Потом 19.1, 19.2. Поговорим о взаимодействии между версиями и краткие выводы, что же мы все-таки получили с обновлением 2020 года. Первое. Непосредственно обновление 2020 года. У нас это обновленный интерфейс, обновленный анализ безнапорных сетей, обновленный экспорт в DWG, небольшие дополнительные изменения и Dynamo для Civil 3D. Если выкинуть Dynamo, то фактически у нас почти ничего нету. Так, мелкие улучшения. Но Dynamo само по себе тоже неплохо. Ну, давайте перейдем уже более детально. Обновленный интерфейс. Здесь особо-то обозревать нечего. Вот можете увидеть примеры обновленного интерфейса. Перерисованы были все иконки. Изменена цветовая схема. Мне, в принципе, очень даже нравится то, что получилось. Я даже не менял цветовую схему до этого. У меня всегда была белая, а тут я начал оставлять ту серо-черную, которая получилась. Мне понравилась также еще вот кнопочка редактора отметок, которая стала явно лучше видна, нежели чем была в 19-й версии. Также в новом интерфейсе присутствует поддержка мониторов в 4К. Но не стоит обольщаться. Если иконки, которые находятся непосредственно на самой ленте, прорисованы в 4К и все выглядит красиво, то вот с отдельными командами имеются проблемы. Например, вот панели редактирования трассы. Так она будет выглядеть в 4К. Следующая – это анализ безнапорных сетей. Для анализа безнапорных сетей уже давайте переведем вживую к работе с непосредственно Сивиллом. Итак, выбираем любой элемент сети, который хотим проанализировать. Указываем сеть, к которой она относится. И видим обновленный интерфейс, фактически полностью переделанный анализ гравиметрических сетей. Здесь мы указываем, какой у нас колодец является водовпуском. Вот у нас 52-й по первой по счету. Указываем таблицы данных осадков. Вот здесь у нас есть типовые примеры, но по-хорошему нужно будет создавать ваши собственные под конкретный проект. Вероятность превышения осадков. То есть таблицы интенсивности они есть показаны, но отредактировать их нельзя. И самое обидное, что если я нажму закрыть, то закроется весь расчет, а мы не вернемся в предыдущее окно. Я нажимаю сохранить и вернуться, и возвращаемся в предыдущее окно. Здесь нам пишут, что следует проверить некоторые сведения о сети для того, чтобы выполнить расчет. Нажимаем сведения о сети. И что у нас здесь есть? Чего не хватает? Во-первых, не хватает тип колодца, водовпуск. То есть нам нужно указать, какой колодец за что отвечает. Я здесь просто выбираю все возможные наборы данных, потому что в принципе это у нас не проектно, а просто пример. И более того, не указанный поток. Какой у нас поток? В данный момент у нас, видите, есть только для одной трубы 0,1 кубических метров в секунду. При попытке указать для другой трубы, нам необходимо именно удалить данные. Потому что просто взять вот так вот, внести изменения, не получится. Он почему-то не сохраняет. Вот интересная такая особенность. Тем самым вводим необходимые данные для расчета. Выполняем расчет. Я делаю расчеты водоприемника, но убираю изменение размеров труб из броса отметок, для того, чтобы увидеть, что мы же получаем по расчету. Делаем расчет, и у нас видно, что фактически все у нас переполнено. И плюс еще и скорость потока превышает необходимых значений. PP вверх и EE вверх-вниз. Что это означает? PP это линия пиезометрических уровней, а EE это линия полной удильной энергии. И, соответственно, можем увидеть, что это означает. Как мы видим, есть у нас проблемы. Нажимаем начать сначала. И то же самое делаем, но только уже указываем изменить размеры труб и сбросить отметки дна. Делаем расчет. И у нас сразу же показывается, что по новому расчету все хорошо. Изменен уклон. И самое главное, видите, появились вот такие стрелочки вверх. Это означает, что был изменен диаметр труб от 800 до 400. Нажимаем применить. У нас вон перестроилось. Сначала закрыть. И мы видим, насколько у нас все поменялось. Я специально сделал такие значительные изменения, чтобы было хорошо видно у нас на чертеже, насколько расчет повлиял на наш трубопровод. Вот что может обновленный инструмент. Давайте пойдем дальше. Следующий раздел нового функционала. Это обновленный экспорт в DWG. Сам по себе экспорт принципиально не поменялся. Появились возможности настройки экспорта характерных линий. То есть они могут теперь представляться в виде как 2D или 3D полилиний. И коэффициент масштабирования фона метки для экспорта листов. То есть когда у нас мы можем настроить то, как будет выглядеть маска метки. Кроме того, сам экспорт был значительно улучшен. То есть повысило стабильность и качество экспорта. Раньше с этим были проблемы. Ну и как видите, на экране еще у нас дополнительные возможности здесь есть. Впрочем, то есть то, что нельзя загруппировать и не такое крупное. Это поддержка китайских стандартов проектирования железнодорожных платформ. Очень важное и нужное нововведение. Новые функции Autodesk Storm and Send Analysis. Честно говоря, я даже не проверял что там нового, потому что не знаю, кто у нас в России применяет этот продукт. Если вы с ним работаете, пожалуйста, напишите в комментариях. Мне очень интересно пообщаться с вами и узнать, что же вы реально с ним делаете у нас в России. Вставка ссылочного шаблона теперь попадает в конец списка. Я долго не мог понять, что это все означает, когда смотрел новые возможности CIVO. И вот что мне наконец-то удалось разобраться. Что это такое? Если вот сейчас в 20-й версии шаблон Autocad сил 3D Metric Ruse 2020, когда я его добавлял в список, он у меня попал, видите, в конец списка. А вот в 19-й версии он бы попал у меня в начало списка. Вот сюда. Как видите, очень важное и принципиальное изменение. Для быстрых ссылок на данных тоже есть важные изменения. Например, синхронизация наборов характеристик. То есть появилась команда, которая по умолчанию имеет значение единичка, то есть включена эта команда. Это означает, что наборы характеристик будут синхронизироваться у вас в чертежах. Если вы ставите значение 0, они не будут синхронизироваться. Для некоторых задач это действительно важно. Улучшена синхронизация данных, виражей и возвышение головок рельсом. Следующая. Настройка экспорта железнодорожных трасс в InfraWorks. Теперь команды создания трасс, даже не железнодорожных, а любых трасс, имеют вот такую дополнительную строку, где можно включить поддержку экспорта трассы железной дороги в качестве трассы осевой линии. По умолчанию это значение стоит нет. Что это означает? Это означает, что когда вы создаете трассы со сложной геометрией, как у меня представлено здесь вправо, вы передаете их в InfraWorks и получаете примерно вот такой результат. Если же вы ставите значение «Да», то по идее разработчиков у вас эта трасса передастся не как железнодорожная трасса, а как компонентная дорога. И тогда уже будет полная поддержка геометрии. Но самое интересное, что у меня не получилось это сделать. У меня не работает эта команда. Опять же, напишите, пожалуйста, в комментарии, у кого получилось и почему у меня руки кривые, и я не смог этого сделать. Следующая важная вещь для тех, кто использует C-UltraD для изысканий, то есть база данных съемки теперь работает на SQLite. Если раньше у нас это было Compact, SQLCE, то теперь это SQLite. И, соответственно, необходимо скачивать дополнительную утилиту. Слева у меня на сайте Autodesk вы можете найти. Скачиваете дополнительную утилиту, устанавливаете и производите миграцию вашей базы с 19-й версии на 20-ю, то есть в SQLite. Но надо учитывать, что нет обратной миграции. Вы не сможете перейти уже на 19-ю версию, если выполните эти действия. Ну и самое главное, ради чего вообще я делал этот обзор, это Dynamo для SQL3D. Если выкинуть, как я уже говорил, Dynamo из обновлений, то фактически обновление 20-й версии, оно просто никакое. Но вот Dynamo действительно это революция. Так я думал до того, как начал щупать первые версии Dynamo в бета-версии, потому что оно немножко меня разочаровало. Сейчас расскажу почему. Во-первых, давайте вернемся непосредственно в SQL3D в живой и посмотрим, где будет находиться это Dynamo. Заходим во вкладку управления, и справа у вас должны появиться две кнопочки Dynamo и Run Script. По умолчанию, в чистом SQL3D, то есть когда вы его скачаете, установите, у вас этих двух кнопочек не будет. То есть Dynamo из стандартного SQL3D вы не сможете найти. Почему? Потому что нужно скачивать ее как отдельную утилиту. И скачивается она из непосредственно вашего личного кабинета, то есть manageautodesk.com. Идем в все продукты и службы. Там находим SQL3D, находим 20-ю версию, заходим непосредственно показать загрузки и идем не в загрузку, а во вкладочку обновления и настройки. И только там вы сможете найти уже непосредственно Dynamo и скачать его. Это при условии, что у вас есть актуальная подписка Autodesk, то есть SQL3D. То есть у вас, если SQL3D куплен, то тогда у вас такая возможность будет. Если у вас не совсем легальная версия, то, соответственно, вы не сможете скачать Dynamo. Вернемся в SQL3D, то есть вы скачали, установили, появились эти две кнопочки. Что они делают, я вам расскажу на примере небольшого коридора. Это у нас железнодорожная насыпь. То есть я нажимаю, видно, что это коридор, редактор сечений. И видим, что у нас здесь насыпь железной дороги с рельсами. Причем эта насыпь у нас выполнена виражом. То есть настройка возвышения головки рельса была выполнена. То есть у нас тут есть поперечник даже. Видите, вот такая вот она насыпь. И задача довольно часто, которая у меня встречалась до этого, когда нужно было расставить шпалы. Это нужно, получается, делать либо какой-то дополнительной утилитой, либо делать в рейвити. Но, в общем-то, вариантов было много. Что теперь позволяет Dynamo? Мы запускаем непосредственно само Dynamo. И уже был выполнен скрипт. Вот он у нас скрипт, который позволяет автоматически расставлять заранее созданный солид в виде шпалы по поперечникам коридора. То есть вот у нас, видите, здесь как эта схема работает. Во-первых, это нужно изучать. То есть я не буду сейчас делать обзор детальный, что такое Dynamo, как он работает и так далее. Это будут отдельные ролики, либо отдельный вообще курс, потому что просто так Dynamo не изучить. Это нужно действительно подходить серьезно. Фактически мы здесь из специальных так называемых нод собираем функционал. То есть какая-то нода имеет свой определенный функционал. Мы собираем, вводим какие-то данные и сводим их связями. Здесь, например, выбираются характерные линии коридора. Вот это функционал этого блока. И так далее. В конце концов у нас, смотрите, вот создаются поперечники, создаются солиды. И вот эти все ноды как раз-таки выполняют функцию программирования. То есть здесь это надстройка над API-интерфейсом. Если вы, конечно, владеете C-Sharp, лучше работать напрямую с API-интерфейсом. Если нет, то вот вам, пожалуйста, добро пожаловать в Dynamo. И фактически это действительно отличный продукт. По-настоящему нужная утилита, которой очень не хватало в CL3D. Так почему же я так разочарован? Разочарован я просто потому, что на данный момент ноды настроены только под объекты автокада. То есть у нас есть объекты автокада, такие как блок, линия и так далее. То есть вы видите, тут немного их на самом деле. И на объекты Sivilla. Но Sivilla объекты это у нас трасса, коридор, в общем-то все. Остальные ноды, например, под трубопроводом, по объектам профилирования и так далее, их нужно создавать самостоятельно, либо с помощью программиста. То есть чтобы он на питоне запрограммировал эти ноды. И тогда вы получите возможность работать уже непосредственно с этими объектами. До этого придется ждать обновлений. Я думаю, в ближайший год-два мы получим хотя бы немного похожий функционал, как в Revit, когда там гораздо больше нод. Их напишут, но напишут чуть позже. Поэтому да, мы получили Dynamo, получили хороший инструмент, но он еще не готов к полноценному применению. Самое обидное. Так вот, когда вы создаете необходимый функционал, вот у меня здесь написан этот скрипт, я запускаю скрипт, и вот мы получаем расставленные по каждому из поперечников шпалы. То есть в результате мы имеем вот такие красивые шпалы, которые стоят именно в тех местах, которых необходимо. И я не буду просматривать весь коридор, потому что это сожрет производительность. Как видите, шпала здесь не отображена на поперечнике, потому что по умолчанию они и не будут у нас показываться. Необходимо проецировать объекты на вид, то есть указать те шпалы, которые у нас будут здесь отображены. Так как это Solid, соответственно, без каких-либо проблем у нас будет она отображена. Вот настройки. Окей. Мы видим, что на поперечнике у нас появилась вот непосредственно сама шпала. Тем самым мы имеем модель Seville 3D. И самое главное, мы имеем расставленные шпалы, которые расставляются в соответствии с отметками на каждом из поперечников, когда мы вносим изменения, соответственно, перезапускаем скрипт. У нас снова расставляем нужные шпалы и можем отдавать полученную модель в Navisworks либо на визуализацию, тем самым получив полную модель Seville 3D. Самое главное, что таким образом мы можем расставлять и разметку, и освещение, и знаки, и различные ограждения. То есть все то, что раньше приходилось делать, например, в 3D Max, Seville View, либо какими-то хитрыми способами собирать в Navisworks, сейчас вы это можете собрать в Seville 3D с помощью Dynamo и отдать уже на сводную модель. Также можете получать ведомости, расчеты. Тут действительно очень много возможностей. Все и не перечислишь. Это нужно делать отдельно, курс по этому направлению. Самое главное, что этот инструмент появился, но пока еще сильно врезанном виде. Но по 20-й версии все. Пойдемте дальше. Теперь давайте вернемся назад и перейдем к версии 2019.1. Я был удивлен, насколько много было изменений в этой версии, хотя она вроде как и промежуточная. Давайте посмотрим. Первая – это появляется отдельная инструментальная палитра железных дорог. Сейчас в 20-й версии она уже расширенная, но тогда первый раз она появилась именно в первой версии 19-й. И у трассы железной дороги, то есть если в свойствах трассы при создании трассы вы указываете, что это не осевая линия, а железная дорога, когда вы нажимаете на нее, появляется новая палитра, где вы можете настраивать ее поведение, это разрешение наружной рельсы, проезд, переезд, железнодорожная стрелка. Кроме того, появляются две новых команды в железнодорожной вкладке. Эти команды принципиально нового ничего не делают. Они лишь позволяют вам ускорить работу, если вы работаете именно с железнодорожными трассами. По умолчанию, если вы создаете трассу компоновка, то просто-напросто вот здесь вот, то есть обычную трассу создаете и указывает, что здесь железная дорога. Так вот, во вкладке GD появляются две команды инструмента создания железной дороги и на основе объекта. Это обычная команда создания трассы по компоновке и трассы из объектов. Единственное, что но появляется, у вас создается не просто осевая трасса, а сразу по умолчанию стоит вот такая железная дорога. Ну и, соответственно, появляются две новых команды. Вот они здесь, которые вы можете настроить. Эти команды относятся именно к трассам. Продолжаем с железной дорогой. В свойствах трассы, если она указана, что это железная дорога, появляется возможность какой-то пиража. У нас вираж или возвышение наружного рельса. Кроме этого, появляется еще дополнительная палитра. На этой палитре уже гораздо больше появляется возможностей для работы с железной дорогой. Но по умолчанию сразу вы не найдете вот эту палитру. Обычно эта палитра должна вызываться переходом сюда в инструментальную палитру, но ее здесь нет. Как видите. И опять же, вот тут я ее найти не смогу. Она появляется только если вы нажмете все палитры. В конце у нас, видите, появляется вкладочка Rail, где уже есть вот эти конструкции. То есть по умолчанию их не найти, потому что обычно включено элементы конструкции сил в метрических, либо британских единицах. Продолжим. В командах, которые относятся к трассам, появилась возможность ограничения максимального коэффициента изменения поперечного уклона виража именно для трассы. Вот. То есть мы выбираем любую команду, которая относится к созданию трассам, и у нее, как видите, в параметрах виража появляется то это ограничение. Трассы наилучшего вписывания. В них, во-первых, типы переходных кривых, которые вписываются. Мы теперь можем убирать, какой тип этих кривых. И сразу же навешивать метки, если это необходимо. Для профиля наилучшего вписывания теперь появилась возможность метод рисования профиля. То есть очень часто, когда нужно автоматически вписать в профиль над землей, например. Вот он красный, вы видите. И чтобы именно так и происходило, теперь можно выбрать метод рисования и указать только выше. И он пойдет у нас выше нужных значений. Точка присоединения колодца. Вот это очень интересная возможность и очень хитрая. Ее сразу так и не найти. То есть появилась возможность при создании труппородных сетей рядом с командами колодца появилась такая точка вставки. Что это за точка вставки? Давайте перейдем в Civil. Вот у меня сейчас есть небольшая труппородная сеть, и я хочу присоединиться к ней. Вот как раз у меня, видите, здесь появилась точка вставки колодца. То есть есть точка вставки колодца, точка соединения по умолчанию, ближайшая точка соединения. Что это все означает? Смотрите, вот я сейчас рисую, и когда я прихожу к присоединению, у меня появляется возможность, смотрите, подключиться. То есть, когда я указываю на одну из точки присоединения, она закрашивается черным. Это означает, что я буду присоединяться именно к ней, а не к тому месту, которому присоединение по умолчанию для колодца. Так вот, такие точки присоединения, вы можете выбрать, как Civil будет присоединяться к этим точкам. Но, во-первых, присоединять такие точки можно не для всех элементов. Если мы перейдем в главную, создать как каталог труботроводной сети, то, во-первых, это доступно только для типового дренажа с соединениями труб. То есть, появляется в каталогах отдельный каталог типовых дренажей соединения труб. Так вот, именно к ним можно присоединить этот раз. Во-вторых, когда вы создаете список элементов сети, то у нас, вот видите, появляются Access и Inlet. Не переведены эти названия, это очень странно. Так вот, это доступно только для эксцентрических колодцев, прямоугольных колодцев и прямоугольных решеток. И только с ними может работать. У нас Civil, если мы выберем другой тип колодцев, то здесь уже, как видите, будут недоступны эти точки соединения. Как получить эти точки соединения? Они получаются, они создаются только через Inventor. Это отдельная история, о ней будем разговаривать чуть позже. Так вот, напоминание того, к чему можно присоединять прямоугольные подземные колодцы, эксцентрические и прямоугольные решетки. Только к ним доступен такой функционал. Далее, добавление осей сечения в быстрые ссылки. Очень хорошая, нужная вещь. В 20-й версии, вот это мы сейчас говорим о 20.19.1, то в 20-й версии уже получится возможность настраивать и источники для группы осей сечения. Обновленный импорт и экспорт LandXML. Здесь что интересно. Во-первых, появилась возможность распределения характерных линий по площадкам. Откуда характерные линии возьмутся, это сейчас мы покажем. Плюс в редактировании параметра LandXML есть возможность сохранения или несохранения данных, которые приходятся вместе с LandXML. Это имеется в виду название объектов, описание и так далее. То есть вот мы сможем включить эти данные или выключить. Самое главное, что появляется возможность создать структурные линии, как 3D-полилинии или характерные линии из данных LandXML. Вот это вот интересное и важное нововведение. Передача поверхности в Revit тоже очень и очень нужная вещь. Давайте посмотрим, как это работает. Эта интересная команда появилась во вкладке «Вывод». Вот она здесь. И вот она публикация поверхности. Что у нас здесь есть? У меня тут поверхность, которая сделана довольно сложно для Revit. То есть у нас огромное количество сложных элементов рельефа, подпорные стенки и так далее. Раньше, чтобы эту поверхность детально передать в Revit, задача непростая была. Именно сохранение подпорных стенок и так далее. Сейчас же появилась вот такая возможность публикации поверхности. Давайте посмотрим, что будет. Нажимаем. И первое. У меня уже выполнен вход в BIM 360. Вот видите, тут у меня пошла учетная запись. И поэтому меня не спрашивают учетную запись BIM 360. У вас он спросит. И, конечно, необходимо, чтобы у вас был куплен BIM 360. Я вот указываю, какую мне нужна поверхность. И в каком месте расположения будет находиться эта поверхность. У меня она была, поэтому я просто обновляю. В общем-то все. Видите, публикация поверхности завершена. В Seville мы закончили. По-хорошему необходимо было еще настроить систему координат, но это пока не самое важное. Вот мы в Revit. В новом пустом проекте. Сразу же идем вставить. Связать топографию. Опять же, я уже вошел в BIM 360. Поэтому у меня сразу же в специальном проекте Revit ищет подготовленные файлы. Вот он и подготовленные файлы. Нажимаем связать. Вот он поругался на систему координат, но мы пока не будем об этом думать. И переходим в 3D вид. Давайте теперь посмотрим, что у нас получается. Предварительно нужно бы настроить параметры отображения, чтобы лучше было. Вот указываем тонированный, чтобы у нас было лучше отображено. К сожалению, отображение сложных таких вот элементов в Revit не так однозначно выглядит. У нас вот-вот видно, что есть подпорная стенка, что в принципе качественно передались данные. Но на всякий случай можно сделать разрез, чтобы убедиться, так ли у нас все ли так передалось. Включаем 3D виды. Делаем разрез. И у нас очень хорошо видно, что где надо, у нас подпорные стенки. Все четко и красиво. А где надо, видите, такие вот сложные элементы рельефа. До этого передача данных такого качества, конечно же, вызывала сложности. Сейчас же, имея такие возможности, мы можем красиво передавать все виды сложных поверхностей в Revit без потери качества. Более того, они еще остаются связанными. То есть их можно обновить и обновиться как в Seville, так и в Revit. Очень удобный и нужный инструмент. Ну и получается на этом у нас все с 2019.1. Давайте перейдем к следующему разделу. Обновление версии 2019.2. Эта версия существенно уступает по количеству нововведений предыдущим, но тоже есть очень интересные моменты. Например, появилась возможность создания так называемой кромки платформы. Сереньким это то, как она выглядела в 19 версии и вот это вот, как она выглядит сейчас. То есть фактически полный вид политой железной дороги появилась именно вот с версии 19.2. Что делает эта команда? Вот у нас есть трасса, обыкновенная Севиловская трасса. Идем в раздел железная дорога. Нажимаем создать платформу. Указываем эту трассу. Имя трассы, ось. Самый главный профиль, потому что отметки полученной платформы будут выравниваться на значение проектного профиля. Потому что отметки платформы должны иметь какие-то опорные отметки. Создаем необходимые размеры. Самое главное начальный пикет. Вот мы получили начальный пикет. Конечный пикет можно либо руками. Лучше всего, конечно, задать путем указания вручную длину платформы. Тогда рассчитается конечный пикет. Правая и левая сторона, шерунный лист, тип рельс. Указывается файл критерия создания нашей платформы. Здесь как раз таки вот есть китайский набор стандартов. Можно руками переделать отечественные, если вам надо. Пока в пакете адаптации этого нет. Ну и, соответственно, указываем необходимые свойства. Нажимаем ОК и появляется характерная линия. Но она недоступна для редактирования. Видите, у нас нет возможности ее отредактировать. Потому что все отметки и плановое положение берется и значение плана и профиля. То есть меняется наша трасса, меняется вот эта платформа. Меняется профиль и за ней меняется опять же эта платформа. Данный функционал можно использовать не только для железных дорог. То есть это очень интересный вариант. Нужно подумать, и я уже в голове держу, как этот функционал можно применить для других задач, для других специальностей. Так что учитывайте, что есть такой интересный функционал. Далее появляется новая панель прозрачных команд. То есть раньше у нас прозрачные команды были вынесены на отдельную автокадовскую панельку. Сейчас это у нас во вкладках ленты и новая прозрачная команда инструментальные профили. Как это работает? Снова возвращаемся в северский чертеж. У нас есть банальные трассы, профили. И вот у меня нарисован лишь участочек проектного профиля. Я иду... Во-первых, смотрите, прозрачные команды. Вот они появились здесь. То есть вот раньше они были здесь, и очень многие, особенно начинающие специалисты, пропускали вот эти прозрачные команды и не использовали их. Сейчас вот, чтобы их лучше было найти и лучше их было видно, прозрачная команда вынесли на отдельную панель. Итак, у нас есть новая команда инструментальные профили. Естественно, эта команда не работает в отдельном чистом виде, поэтому мы переходим в редактирование геометрии профиля. Запускаем вычерчивать прямые участки, и только тогда у нас в прозрачных командах станет доступны инструментальные профили. Как видите, автоматически включается у меня внешний вид плана и профиля. То есть эта команда помогает нам рисовать проектный профиль. Более того, можно включить отслеживание пикетов, чтобы мы увидели, где у нас что находится. Видите, меняется положение. Отслеживание. И что эта команда позволяет? У нас есть вид профиля, на котором отображается. И можно сдавать руками, либо из чертежа. Вот я задал, смотрите, у меня значение пикета есть и отметочка 250, например. Вот видите, у меня начало рисовать из того места, откуда я указал. И, соответственно, могу продолжать. Также могу работать уклоном, длиной участка и так далее. Когда мы заканчиваем, нажимаем закрыть, команда закрывается, и вот участок у нас нарисован. Далее еще одна новая команда, новый тип отображения пересечения. Видите, у нас появляется добавить пересечение на виде профиля. Чем он отличается от отображения элементов на виде профиля? Фактически нам просто расширили возможность отображения элементов на виде профиля. Я теперь могу отображать не только силовские объекты, которые до этого мы могли отображать. То есть это проводные сети, характерные линии и так далее. Но и вот если мы запускаем давать пересечение на вид профиля, это пересечение линейных объектов. То есть это фактически трассы. Вот я выбираю трассу, нажимаю отобразить. У меня появляется на инструментарии настройки вида трассы, как она будет выглядеть, пересечка. Нажимаю ОК, я пока стиль не настраивал. И вот у нас получается пикет, исходная отметка. Отметки нет, потому что профиля нет у той трассы. Появится профиль той трассы, получится отметка. Естественно, это можно настроить под ваши задачи. Вроде опять же небольшое нововведение, но в некоторых случаях очень полезно. В особенности при работе с трассами для автомобильных дорог. Поэтому хорошее и важное нововведение. И в общем-то из таких серьезных нововведений 2019.2 больше у нас ничего и нет. Поэтому давайте перейдем к взаимодействию между версиями. Очень важная и нужная вещь. Первое. Чертеж сил 3D 2020 открывается в версиях 19 и 18. Поэтому переход на эту версию в основном будет безболезненный. Работа в версии 17, но я уже не рекомендую при наличии такого интересного функционала. В 18 и 19 и 20 версии все-таки стоит переходить на свежие версии. Если вам необходимо передать именно силовский чертеж в более младшую версию, необходимо включение в этой младшей версии отображения прокси графики. Чтобы те объекты, которые будут недоступны для редактирования и просмотра в младших версиях, силовские объекты отображались хотя бы в виде прокси графики. Миграция баз данных съемки необратима. То есть напоминаю, что база данных съемка 20 версии, она является базой данных SQL Lite, а не компакт, как было в предыдущих версиях. Поэтому вы не сможете передать эту базу данных в 19, 18 и 17 версию. Это важно понимать. Первое. Наконец-то можно сказать, что Civil 3D перешел на схему обновлений, как у InfraWorks. То есть, когда новая версия выходит каждые 4 месяца. Поэтому, если мы проверяем, какой новый функционал появился, то правильнее всего будет говорить от нулевой версии до нулевой. То есть от 2019 до 2020, а не 2019.2 и 2020. Потому что это получается слишком маленький набор нововведений, и это несерьезно смотрится. Суммарный объем нововведений, по моему мнению, достойный. То есть разница между 2019 и 2020 версии довольно приличная. Далее. То, что я очень ждал, то, что действительно было необходимо, появилась в Dynamo. Это действительно революция. Но пока революция вроде началась, но не свершилась. Немного еще нужно подождать. Буквально год-два, и тогда мы получим по-настоящему полноценный и нужный инструментарий. На вашем месте я бы уже начал осваивать его сейчас. Ну и самое главное, пакет адаптаций для России версии 2020 на начало мая. То, что я видел, ну, меня разочаровало. К сожалению, я ожидал гораздо большего. Посмотрим, может быть, я видел не финальную версию, либо как-то неправильно посмотрел, но пока все очень удручает. На этом все. Спасибо, что посмотрели. Мне очень важно узнать ваше мнение, есть ли смысл делать такие длинные обзоры на новые возможности. Если да, то тогда я сяду делать что-то подобное для InfraWorks. Если нет, вы уже сами все разобрались, я только зря потратил время. Но, опять же, напишите это в комментариях, либо давайте дизлайки. В общем-то, спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok